всем привет от старых щеблет сегодня рассказ просто про мотоциклы и их принадлежность к владельцам у нас там чё чё покупают люди покупают то что могут купить то есть есть влечение что получается если с руками то не пропадешь поэтому ребят у кого рук нету и же не покупайте но это серьезно говорю лишь покупает тот кто ищет самый тут бы сказать достойный мотоцикл ну не получается сказать это скорее всего тот кто ищет дешевый мотоцикл то есть достойных много по карману они не непригодны людям поэтому ищет дешевый мотоцикл человек самый дешевый тот который поломатый тот который поломатый тот который надо делать тот который невозможно сделать ну и вот он этот человек покупает этот заведомо заведомо как бы обреченный мотоцикл на не езду и начинает его делать вот вы заметите сами хоть раз когда-нибудь жизни что если бы вы не умели пользоваться ложкой вы бы сдохли с голоду ну вот а руками будете жрать ну понятно и пальцем жопу все равно сдохните от микробов вот и значит а тут значит покупаешь начинаешь ремонтировать и никто из этих покупашек не задумывался умеет ли он это делать он смотрит ю тубе в ю тубе ему подобные наложили там кала как едут как ремонтируют как делают и в итоге что они там делают покупают ну дураков то уже прочухали давно барыги они им продают эту бсзу дураков прочухали эти другие барыги они им продают пызу пызу бсзу ставят люди начинают ехать ну немножко поехали поехали и потом она на авито стоит там во мне все курином рядом кошечка в будке сидит собачьей курочка ходит какашки свои клюет вчерашнюю и все это продается вот и все это идет по кругу природе в это называется круговорот дерьма в природе вот или в народе но чем из рук руки так сказать из уста в уста передается это все и человек он человек он что будет делать ремонтировать и продавать больше ни на что он как бы ну сказать не способен то есть обреченным на это вот такое в другой вариант если у вас есть деньги и вы какой-то там любитель какой-то вот ретро технику но ретро техника она уже заведомо ретро нормальная на букву р ретро гамно на букву г то есть г она в алфавите немножко попережи стоит поэтому гамно побольше чем ретро и на ретро опять же денег нема тут никак не побороть другой вариант купить за ту же цену таком же состоянии альфу альфу и уже на альфе демонстрировать свои знания опять результат тот же самый альфа вам не далась альфа точно такая же альфа на авито все это продается ребята все примут это авито это зеркало души вот этих человеков в общем они не только не дотягивает название этого как называется забыл в слово такое байкера такое важное слово байкер ну и даже на простого мотоциклиста народе мочу так что ребят покупайте ежи покупать китайцев покупайте японцев европейцев азиатов покупать американцев харлеев нам бобслеев покупайте пользуйтесь если у вас есть на это возможность если нет возможностей нужно свои возможности своим потребностям приравнивать тогда вы сможете ездить на ежи куда-то и на нем же откуда-то возвратиться кто-то за забором меня слушает я его слышал он такой выркал поэтому я пока не буду рассказывать ничего в общем чтобы ежом обладать нужно обладать знаниями нет знаний нет здравого ежа у вас все это вот закономерность такая частый вопрос зачем я глушитель так сделал типа а люди думают что нужно скорость увеличить в их ежах малоскоростных и мощность и вот увидев какие-то изменения они на основе своих желаний сразу мысли свои распространяют в головной коре своего мозга вот и сразу задается вопрос зачем ребят затем чтоб ездить там где я езжу это все показано затем чтобы не цепляться и не падать вот и все ишь как бы лыжом со своей мощностью со своей маневренностью и всеми остальными своими недостатками он таким и остался то есть ни скорости не прибавилось ни мощности ничего только возможность не падать то есть вот убрал с правой стороны выхлоп чтобы не цепляться им и не падать вот и все также с этим двухтрубным выхлопом вывел его из двух отверстий одного цилиндра отвел подальше потому что первый вариант был вывода вот здесь соединения и мотоцикл перестал работать просто перестал работать и я не знал что делать пока вот так не переварил то есть вот два выхода подальше потом я сделал такие штаны и все и пошел на улицу и все сразу мотор начал крутиться все прекрасно так что кто хоть один цилиндр два выхода ребят не соединяйте их рядом с цилиндром отводите их как можно дальше отдельно все это сделано для того чтобы преодолевать некоторое бездорожье косогоры грязь лужи и т.д. и т.п. без вреда своему здоровью зима сиська стоит 375 на 18 здесь китайская какая-то поуже стоит главное резину поставить такую которая не порвет вам кожухи цепи чтоб там дырки не образовались и чтобы у вас там грязь не набилась цепь и киртык ей не настал вот и все ну так как у меня амортизаторы все поломатые вытекшие все изношены стоки амортизаторы меня только несут функцию спружинивания вот от того чтобы не било под сраку вот у меня стоят такие стойки от hundai elantra вот пределом на настойке с одной стороны и она уже так сказать сглаживает колебания функцию самого амортизатора масляного выполняет один стоит такой амортизатор с одной стороны и здесь то же самое и все сразу мотоцикл уже на кочках под жопу не бьет позвоночник не не убивает едет нормально насчет заблуждение что передняя вилка ежа плохая вот эта вилка сколько на пашин прошла сколько на бездорожье прошла она не течет работает не стучит поэтому там выдумки эти что вилка плохая надо от пояса поставить это глупость от пояса вилка гораздо паскуднее сама по себе по конструкции эта вилка очень хорошая конструктивно сделано ну вот этот резонатор ничего он не дает делает только стилистику нынешний вид для меня для вас не знаю как такие вот дела вот такой рассказ про бежей про их владельцев кто согласен со мной тот поймет а кто не согласен а и и и и и и и и и